Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вчера у нас с вами был второй конкурсный день, и он, ребята, показал, что вы очень серьезные соперники. И борьба предстоит нешуточная. Что ж, я предлагаю не терять ни минутки времени и сразу же приступить к нашему первому конкурсу. Тема всей нашей игры – это правила дорожного движения для детей. Ответ на мой вопрос, ребята, находится на доске. Но если раньше это была картинка-отгадка, то сегодня это слово-отгадка. Его надо найти и на скорость принести мне. Тот, кто справится правильно и быстро, получит три фишки. Две за правильный ответ и одну за скорость. Ну что, все понятно? Да. Тогда начинаем. Я смотрю, вы уже на старте, но раньше времени все-таки не стартуете. Хорошо. Слушайте внимательно загадку. Раньше счеты и письма, рисование, чтение. Всем ребятам нужно знать азбуку движения. Как зовутся те дорожки, по которым ходят ножки? Различать учись их точно. Не лети, как на пожар. Пешеходные дорожки – это только... Так, побежали. Молодцы, ребята. Присели. Ответ правильный и ответ одновременный. Что это у нас? Ничья. Тротуар. Тротуар, а не ничья. Так, ребята, по три фишки, потому что очень быстро и верно. Дима, быстренько получаем. Оп. Ой. Следующая загадка. Все водителю расскажет, скорость верную укажет. У дороги, как маяк, добрый друг. Побежали. Блин. Ой, нет. Давай быстрей. Быстрей, Маша. Правильно, ребята. Это дорожный знак. Получай свои три заслы. Я понимаю, что радость перехлёстывает, но тем не менее, Машенька тоже верно ответила. Хоть и чуть позже. Следующая загадка. Поезд быстро-быстро мчится, чтобы несчастье не случиться. Закрываю переезд. Запрещен машинам въезд. Марш. Тихонько стенды. Молодцы, ребята. Это что? Слагопалом. Верно. И очень быстро, и одновременно. А это значит, что, ребята? Каждый сколько зарабатывает фишек? Три. Правильно. По три фишки. Дима. У-у-у. Поднимаем, поднимаем. Тихонько. Это уже Маша хотела забрать. Четвёртая загадка. Внимание. Командуя жезлом, он всех направляет. И всем перекрёстком один управляет. Он словно волшебник. Машин-дрессировщик. А имя ему... Марш. Молодцы, ребята. Как мне нравится, как вы быстро всё выполняете одновременно. Ну что, ребята. И последнюю четвёртую загадку вы отгадали абсолютно верно. Это действительно регулировщик. Ну что ж, ребята, первый конкурс позади. Знаете, могу вам сказать, что о правилах дорожного движения, по-моему, вы узнаете намного больше. Ну, во всяком случае, загадки точно отгадывайте с первой строчки. А сейчас время встречи. Очередной встречи с нашей хорошей знакомой... Тётей Олей. Правильно. Ребята, привет. Здравствуйте. Ребята, вы просто молодцы. С каждым днём вы всё больше и больше знаете о безопасности на дороге. И сейчас мы с вами поговорим о безопасности во дворе. Если вы смотрели наши передачи раньше, то уже знаете, что и во дворе необходимо соблюдать определённые правила, чтобы не случилось беды. Скажите мне, ребята, а у вас есть роликовые коньки, скейтборды? Есть. А соревнования кто быстрее устраиваете? Да. Ох уж эти гонки. Они очень и очень опасны. Не надо доказывать, кто быстрее. Лучше выяснять, кто из вас аккуратнее ездит. В жилой зоне по проезжей части передвигаются и автомобили, и велосипедисты, и пешеходы. А если сильно разогнаться на роликовых коньках или на скейтборде, то вам будет сложно потом маневрировать. И вы можете столкнуться с другим участником дорожного движения. Помните, что когда вы едете с горки, то тормозить очень сложно. Вы только набираете скорость ещё больше, и существует большая вероятность травм и ушибов. А вот кататься на проезжей части, на парковке и на стройплощадке категорически запрещено. Ну а сейчас игра продолжается. Завтра финальный день. Готовьтесь хорошенько. А я с вами прощаюсь до завтра. Желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Вот и третий конкурсный день, ребята, подходит к завершению. Впереди финальные испытания и последняя возможность сегодня заработать фишки. Тот, кто внимательно слушал тётю Олю, очень легко ответит на мои вопросы. Да, будут именно вопросы. Вы отвечать на них будете по очереди, и за каждый правильный и полный ответ заработаете две фишки. Если вдруг соперник будет вас дополнять, то часть фиш перейдёт в его копилку. Кто первым начнёт? Может быть, как мужчина, Дим, возьмёшь ответственность на себя? Ну вот это я понимаю поступок. Ну что ж, поехали. Первый вопрос, Дима, тебе адресуется. Почему нельзя ходить пешеходом по проезжей части улицы? Вы можете случайно там это, вот можете, вы можете слушать музыку, а ещё, а потом вот такие идёте, и вас может сбить машина. Вы попадёте в больницу. Не услышать приближение автотранспорта, правильно. Может там машина заехать на тротуар. Так, хорошо. Ещё вспоминай, может быть, что-то дополнять. Машенька, что ты хотела? Водитель может там отвлекляться, по телефону разговаривать. А вы просто идёте, и он просто вас сбивает. Я сейчас только что сказала. Да, верно всё. Ребята, ещё особенно опасно ходить по проезжей части там, где установлены металлические ограждения. Почему, Дима? Что, вы можете растеряться, и вам будет некуда идти, и у вас может быть машина. Правильно, забор будет препятствовать это ограждение попаданию на тротуар, поэтому надо быть очень внимательным. И вообще, проезжая часть предназначена для машин в первую очередь. Так, Машенька, поскольку дополнение твое было такое, по сути, как сказал Дима, поэтому Дима зарабатывает две фишки, а ты отвечаешь на свой вопрос. Какие опасности могут ждать ребёнка во дворе, Маш? Если он скатывается с горки, то он может как бы там, он разгоня... ну, у него сила как бы разгоняется, и он может тебе как бы что-нибудь сломать. Он поедет, его как бы затормонить, это очень трудно, и он может точно тебе не сломать. Или он идёт, или, ну, идёт и не смотрит там под, ну, вперёд. Он просто идёт, смотрит и разговаривает с другом. А велосипедист едет просто и смотрит тоже вперёд, и он может его сбить, как бы. И тогда, ну, человек попадёт в больницу. Правильно, Машенька, правильно. А машины могут ездить во дворе? Машины могут только по своей, ну, как бы не по тротуару, не по тротуару, а по дороге. Я имею в виду, что опасность, поскольку машины ездят всё-таки во дворе, правильно, они тоже представляют опасность? Если они там не посмотрят, машина стоит, и они не посмотрят за угол, то тогда они просто пронесутся, а машина уже несёт со всей силы. И они могут её тоже сбить. Правильно, Машенька, ты очень много сказала, и всё очень правильно. Но вывод один, ребята, что вести себя осторожно, осмотрительно нужно в любом месте. Конечно же, в том числе во дворе, потому что там тоже движется транспорт. Молодец, Машенька, очень хорошо. Хорошо. Дим, твой вопрос. Какие существуют правила перехода улицы, где нет светофора и полицейского регулировщика? Пешеходы. Ну, зебра, вернее. И зебра, но нужно быть аккуратным, потому что машина тоже может с угла выскочить. Хорошо. Дим, а если нет даже зебры? То зебра, она же тоже регулирует движение. Нет ни зебры, ни светофора, ни регулировщика. Подземный переход. И подземного перехода нет. Что делать? Как пересечь дорогу, Машенька? Как нужно перейти дорогу в необозначенном месте, где не регулируется никак движение? Машенька, подожди. Может, Дима вспомнит? Не вспоминаешь? Машенька, ну, пожалуйста. Надо пойти в другую сторону, и может, там будет или светофор. Так. А если нам именно нужно в то место, там, где нет светофора, али? Так. Ребята, давайте с моей помощью будем уже делить фишки на всех. Вот, допустим, вам нужно перейти дорогу в любом месте. Нет светофора, али очень далеко, а вы торопитесь. Вы подходите к проезжей части, и что делаете? Надо. Подожди, Машенька, поскольку Диме на вопрос, дадим возможность ему ответить. Дима? Надо посмотреть по сторонам. Правильно. Сначала в какую сторону посмотришь? Налево или направо? Налево. Налево. Правильно. И что? Ты смотришь, на что обращаешь внимание? Дима, давай сам, чтобы я не вытягивалась. На машины, потом смотрю направо, лет не машину. Так, подожди. Если с левой стороны едет машина, как ты поступаешь? Я жду, пока не проеду. Конечно. Пропускаешь приближающийся транспорт. Хорошо. Далее ты начинаешь уже движение и смотришь, что дальше, как еще куда-нибудь? Направо. Направо обязательно. И в случае, если там транспорт? Надо остановиться и пропустить их. Конечно. Обязательно. То есть в этой ситуации не вы главные. Поэтому вы должны давать дорогу, в первую очередь, машинам. А еще, ребята, Дима, к тебе вопрос. Как дорогу нужно пересекать? Прямой или наискосок? Как лучше будет? Как быстрее может быть? Прямо. Прямо. Правильно. Нужно идти прямо, по прямой, чтобы... Потому что наискосе это будет немножко там это вот так. Вот, например, пойдете слишком далеко наискосе. Дольше надо будет пересекать дорогу. А это нам в этом случае совершенно не нужно. Так, Дима, ты согласен с тем, что я тебе очень помогла? Правильно отвечать на этот вопрос? Ты с моей помощью ответил, поэтому одну фишечку тебе, а одну мне. Согласен? Да. Правильно. Молодец. И последний вопрос, Машенька, для тебя адресуется. Как правильно кататься на роликовых коньках, скейтбордах во дворе? Надо, во-первых, кататься не на дороге, а на тротуаре. Правильно. Еще не надо сильно разгоняться, потому что ты разгонишься, и тут велосипед едет, и он сразу тебя забьет. В гонке можно играть? В гонке нельзя играть, потому что если вы будете прям нестись и показывать, что вы будете первыми, этого лучше не станет. Если вы едете со всей силой, и там поворот, то как вы повернете? Вы можете упасть и себе что-нибудь сломать. Или вы все на тротуаре ездите, и все куча. И если вы так прям все несетесь, и вас много слишком, и вы кто-нибудь едете, и вы можете кто-нибудь вас может оттолкнуть чуть-чуть, или что, и вы сразу упадете, и тоже можете что-нибудь себе сломать. Какая ты умничка, молодец. Машенька, а на стройплощадках, парковках, на проезжей части категорически запрещено. Нельзя играть, потому что там стройка идет, там может кто-нибудь упасть, и вы сразу же сломаете вам что-нибудь. Зарабатываешь две фишки, молодец. Хорошо, ребят, конкурс завершен. Вы уже знаете, что нужно сделать. Да. Быстренько. Сегодня у нас побеждает дружба. 15-15. Ребят, завтра у нас с вами финал, поэтому серьезно готовимся и встречаемся определять победителя. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Спасибо.